МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известный имен нового мэра. Депутаты поддержали кандидатуру Алексея Сафонова. Миллион рублей на высшее образование. Саровские школьники стали победителями конкурса «Большая перемена». Засветись! Сотрудники ГИБДД подарили дошкольникам светоотражающие фликеры. Далее расскажем обо всем подробно. Начальник отдела территориального и кластерного развития ВНЕФ Татьяна Белина, начальник отдела 0605 ВНЕФ Дмитрий Прохоров и главный энергетик Российского федерального ядерного центра Алексей Сафонов. На пост мэра претендовали трое. В день голосования Дмитрий Прохоров взял самоотвод. Перед депутатами выступили двое оставшихся кандидатов. У города должно быть мужественное лицо, открытое, смелое, активное. Нам в этом вместе предстоит большая работа. Я хочу пожелать всем нам больших успехов и креативности на пути к достижению поставленных целей. Кандидатура Татьяны Белиной выдвинула Ассоциация промышленников и предпринимателей города Сарова Алексея Сафонова, губернатор Глеб Никитин. Претендуя на пост мэра, главный энергетик ВНЕФ рассказал о своем видении развития города. Это и разработка стратегии роста, создание комфортной городской среды, справедливое социальное развитие и объединение города и федерального центра. Ключевая ставка при этом на привлечение в город талантливой молодежи. Современная молодежь, она весьма и весьма требовательна. Мы вступаем в конкурентную борьбу за это будущее не только среди городов России, которые очень много сейчас делают для этого, но и среди городов всего мира, потому что молодежь более мобильна. И если мы проиграем эту борьбу, борьбу за молодежь, мы проиграем борьбу за будущее. Теряется смысл делать какие-то другие вещи, потому что город потеряет будущее. Пути борьбы за молодежь Алексей Сафонов также наметил. Это и создание научно-образовательного центра с филиалом МГУ имени Ломоносова в городе, и привлечение молодых ученых на существующие мощные научные базы, а также создание высокооплачиваемых рабочих мест, отметил кандидат в городоначальники и текущие проблемы, среди которых закрытость власти. Должностные лица должны быть открыты и доступны. Это улучшит климат города, это улучшит понимание тех решений, которые вынуждены или каким-то другим причинам принимаются органами. Но всегда информирование, оно позволяет делать более точные оценки действиям органов. Выслушав кандидатов, депутаты открытым голосованием выбрали главу. Один голос достался Татьяне Белиной, 27 – Алексею Сафонову. За утверждение в должности Алексея Александровича народные избранники проголосовали единогласно. Официально в полномочия новой мэр Сарова вступит 17 ноября. Благодарю вас за оказанное мне доверие. Это важный шаг для моей жизни. Я надеюсь, что мне удастся сделать ситуацию лучше. Мы отвечаем за этот город, и наша задача – сделать все, зависящее от наших сил, и независящее, чтобы мы могли смело сказать людям, что мы для вас сделали все, что могли. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. В пандемию некоторые люди ведут себя озлобленно, выражают протест против ограничений, пытаются агрессивно доказать свою независимость от них. В сети можно найти огромное количество видеороликов, где посетители общественных заведений отказываются надевать маски только потому, что это ущемляет их свободу. Под горячую руку попадают сотрудники полиции, продавцы магазинов и кондукторы в автобусах. Как я ее должен использовать? Я у вас спрошу. Я могу вот так маску надеть, например? Ты кондуктор или медсестра? Или врач? Я кондуктор. Ну, выполняй свои обязанности. Вот я обязанности выполняю. Какие обязанности? Я не имею права вас обелечивать без маски. Не обелечивай. Психологи считают, что подобное агрессивное поведение связано с детским эгоцентризмом и желанием переложить ответственности на других. Маску носить я не обязан и не хочу. Обезопасить меня от вируса должны вы. Ориентир должен быть больше на себя. Какую роль я здесь играю, если стоят ограничения, и от тебя зависят. Наденешь ты сейчас эти средства безопасности, как ты позаботишься о своем окружении. Без ориентира, без агрессивного такого настроя на то, что сейчас государство должно сделать вот так и так для меня. Почему я должен подчиняться вот таким правилам? В Сарове конфликты из-за масок, если и случаются, то не часто. Большинство горожан стараются обезопасить себя и своих родных. Я мало где хожу, только до магазина, там, да, все кину, всегда стараюсь, всегда зеваю. Я верю в то, что они помогают, потому что защищают, естественно, особенно если полтора метра дистанции. Кто-то идет, кашляет, кто-то чего-то, и вот в автобусе, вот у газели едем тоже, все как-то, да некоторые руки представляют, кашляют, а некоторые вообще не предохраняются. Вот из-за этого вроде и хожу в маске. В противовес бунтарям есть люди с чрезмерной тревожностью. У них человек без маски вызывает панику. По мнению психологов, эмоциональной нестабильности больше всего подвержены пожилые люди, подростки и молодые мамы. Бороться с нервными состояниями и чувством страха помогут отказ от бесконечного мониторинга статистики заболевших, живое общение и позитивный настрой. Находить миллион и один ресурсов, как справляться в этой ситуации, как заботиться о себе, да, прогулки на свежем воздухе, слава богу, пока нам их никто не отменил, да, те же, не знаю, посидеть в кофейне днем, посмотреть, пообщаться там с кем-то из близких, из друзей, смотреть фильмы, сериалы, пусть это будут позитивные, где про жизнь, про смех, про радость. Пока одни смирились с ограничениями, а другие выражают недовольство, фактом остается то, что выполнять предписания Роспотребнадзора и губернатора области обязательно. Штрафы за их нарушения для юридических лиц до 300 тысяч рублей, для физических – до полутора тысяч. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Сотрудникам Комитета управления муниципальным имуществом остается лишь верить детям на слово. Во время первого рейда по соблюдению новых требований в торговых центрах города проверяющие столкнулись со спорными моментами. Контролировать нахождение детей без взрослых должно руководство магазина. Но не во всех заведениях есть охранники, которые останавливали бы нарушителей. А там, где есть менеджеры на входе, персонал заявляет, что не всегда можно определить возраст подростка и то, с кем он пришел. Сейчас девочек-то вычислишь, сколько им лет, допустим. Самый главный вопрос – как идентифицировать, сколько же ей лет. Требование в указе гласит, что организации розничной торговли не должны допускать в торговые центры детей до 16 лет без сопровождения взрослых. При этом задержать, попросить документы или выпроводить несовершеннолетнего сотрудники магазинов не имеют права. Менеджеры наши, они не являются охранниками и не имеют соответствующих лицензий. Это нам и не надо для нашей работы. Мы не можем их задержать, вызвать наряд милиции или что-то. Мы просто им даем рекомендации. Вчера у меня мой менеджер стоял, весь вечер, как правило, они идут. Вечер, ну, сложно. В полицейских конкретных инструкций пока тоже нет. Получается, требование есть, а как его выполнять никто не понимает. Вопросов оказалось больше, чем ответов. На оперативном штабе чиновники направили запрос к губернатору Глебу Никитину, чтобы он уточнил, как вести себя на практике сотрудникам магазинов и правоохранителям и какие меры применять к нарушителям указа. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Экономические новости последних месяцев все больше напоминают фронтовые сводки. После летнего затишья коронавирус снова перешел в наступление. И пока власти стран вводят новые, все более жесткие ограничения, миллионы людей по всему миру хватаются за голову и задают себе вопрос, что делать. На который, как подсказывает опыт предыдущих кризисов, есть только один правильный ответ – действовать. Любое разрушение привычного уклада жизни – это не только удар, но и шанс начать что-то новое. Как это сделал саровчанин Иван Коныгин. Некоторое время назад он владел кофейней, но не найдя возможности для дальнейшего развития, заинтересовался торгами на фондовом рынке. Год назад я открыл брокерский счет и начал совершать какие-то простейшие операции. Купить акцию, продать акцию, завести деньги, вывести деньги. Ну, стал тестировать, по сути, сервис. Немного освоившись, начинающий трейдер стал постепенно увеличивать свой портфель акций, вкладывая деньги, которые остались после продажи кофейного бизнеса. По словам Ивана, сегодня двери на фондовый рынок открыты для всех. Для этого достаточно оформить в банке брокерский счет и выбрать подходящую стратегию действий. Как торгую я? У меня есть watch-list компаний, то есть это список компаний, надежных компаний, которые, скорее всего, нельзя быть на 100% уверены, скорее всего, не обанкротятся, и я в них вкладываю деньги. У меня стоит на телефоне уведомление о повышении цены, то есть как только там что-то происходит, какая-то движуха, я смотрю на телефоне и уже захожу на сайт, думаю, что делать с этим. Пока этого нет, я занимаюсь своими делами, то есть, по сути, времени я на это не трачу. Иван сразу предупреждает. Фондовый рынок абсолютно непредсказуем. И потому таит себе немалые риски. С теми, кто ждет чуда и готов идти на любые авантюры, излишняя самоуверенность и жажда легких денег могут сыграть злую шутку. Вот лично я для себя выработал одно простое правило – я никогда не играю в долг. Никогда не играю в долг, не беру в долг. То есть как можно взять в долг у знакомого на эту биржу, можно взять долг в банке, можно взять в долг у брокера. Вот ничего из этого я не делаю. То есть только свои деньги. Я мысленно уже попрощался с ними на самом деле. Это мне помогает спокойно относиться. Вот у меня я купил акцию, она просела сейчас на 20%. Я вообще абсолютно спокойно. По словам Ивана, сейчас уже после того, как рынок пережил самые сильные колебания, в первую очередь стоит обратить внимание на акции технологичных компаний, которые смогли извлечь выгоду из ковидной истерии. Сфера IT быстрее других смогла перестроиться под новые реалии и предложить людям те самые новые возможности, которые создают любой кризис. Главное – суметь ими воспользоваться. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Лейтенант полиции Борисов. Проводится операция «Юный пассажир». Ребенок пристегнутый у вас? Во время профилактической акции «Юный пассажир» инспекторы проверяли то, как родители следят за безопасностью своих малышей в дороге. И еще раз напоминали правила их перевозки в машине. Дети до 12-летнего возраста должны перевозиться с помощью детских удерживающих устройств. Если ребенок перевозится в возрасте до 7 лет, детское удерживающее устройство обязательно, как на переднем или на заднем сиденье, на переднем сиденье, только с использованием детского удерживающего устройства. Если ребенок старше 7 лет и до 19-летнего возраста, можно использовать какие-то иные средства, например, бустер, для того, чтобы ребенка пристегнуть стандартными применения безопасности. За время операции правоохранители составили 11 протоколов. В пяти случаях взрослые перевозили ребенка без детского кресла. В остальных не использовали ремни безопасности. Нарушителям грозит штраф до 3000 рублей. За такую сумму можно купить нормальное детское кресло. Для того, чтобы обеспечить безопасность своих детей и не попадать в такую ситуацию, когда водитель может быть оштрафован. Сотрудники госавтоинспекции призывают саровчан ответственнее относиться к поездкам с маленькими пассажирами. За этот год в нашем городе произошло 6 аварий с участием детей. Во всех случаях они были пристегнуты и обошлись без серьезных травм. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. 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 ДТП именно с налезом моего пешехода на ребенка. А теперь подарки. После этих слов по шеренге ребят прокатывается волна радостного возбуждения. И каждый с нетерпением в глазах ждет момента, когда получит свой цветной светоотражатель. Не какую-то там скучную повязку, а крутой фликер, который со щелчком обивает запястье, если правильно ударить. Такое, что даже снимать не хочется. И завтра надо будет обязательно надеть. Операция «Засветись» на этом не заканчивается. До конца месячника сотрудники ГИБДД планируют посетить еще несколько образовательных организаций. Следующий садик у нас будет не садик, а центр образования на Куйбышево. Тоже мы с ним проведем мероприятие посвящения к пешеходам. Немножко поучим детей прямо около образовательной организации, как правильно добираться по маршруту «Дом, школа, дом». Также расскажем про цветы возвращающие элементы, для чего они нужны. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Режим самоизоляции – не повод сидеть сложа руки. Так решили для себя саровские школьники и подали 28 марта заявку на самый масштабный конкурс для учеников 9-11 классов «Большая перемена». За победу боролось более миллиона ребят со всей России. Семь месяцев упорной работы и результат превзошел все ожидания. Трое саровчан стали победителями. Это неоценимый опыт в таком подростковом и юношеском возрасте. Я думаю, что это им даст большой задел на будущее. И самое главное, я думаю, что они могут теперь уже мотивировать других ребят, не бояться участвовать, во-первых, в подобных конкурсах, а во-вторых, понимать, что твои самые даже смелые мечты могут реализоваться. Арсений Волочко хочет связать свою жизнь с IT-технологиями, поэтому проблем с выбором направления конкурса не возникло. Свои знания в области инженерии и науки он проверял в номинации «Создавай будущее». Виктория Гроздева планирует стать специалистом по связям с общественностью. Для участия она выбрала номинацию «Расскажи о главном», где представляла свое видение СМИ. Этот конкурс – один из немногих, который я вообще видела, который делает акцент не на так называемые «хард-скиллы», то есть профессиональные навыки, а на «софт-скиллы», то есть уровень коммуникации, проектной деятельности, навыки проектной деятельности. И именно это я и развивала, усовершенствовала, так скажем, свои «софт-скиллы». Екатерина Торопова не видит свою жизнь без творчества. Она занимается танцами, вокалом, а также окончила художественную школу. Ее выбор пал на номинацию «Твори». Помимо основного конкурса девушка прошла кастинг на мюзикл «Большая перемена. Будущее начинается с тебя». Подготовка к нему проходила дистанционно. На сцене ребята встретились только за три дня до премьеры, которая состоялась 1 ноября на Артек-арене. Дети, финалисты, это же было для них все, чтобы они поняли такие важные вещи, как дружба, точнее, насколько важна дружба, насколько важно добиваться своих целей, находить выход из любой ситуации, даже из той, из которой, казалось бы, нет выхода. Главный приз конкурса «Большая перемена» – 1 миллион рублей для 11-классников и 200 тысяч рублей для ребят 9-х и 10-х классов. Его можно будет потратить на получение высшего образования, освоение иностранных языков, оплату творческих, мастерских и спортивных секций, приобретение образовательных гаджетов и другие направления творческого развития. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. За 11 дней 4 журналистских материала. Новость, фоторепортаж, лонгрид и задание-сюрприз. В его рамках ребята придумывали лайфхаки для любых сфер жизни. Таким был второй этап конкурса «Росатомскул. Продвижение». В образовательном туре юные журналисты посетили онлайн-вебинары и мастер-классы с приглашенными экспертами из сферы медиа. Авторы лучших работ отборочного тура прошли в третий финальный этап. «Подготовка к конкурсу «Росатомскул» была на самом деле не из легких, потому что мы занимались дистанционно, через платформу Zoom, через переписку в соцсетях. И дети были немножко обеспокоены тем, что они участвуют в этом конкурсе впервые, и там столько сразу заданий на них навалилось». Илья Фитц изучает журналистику в медиа-студии «Фристайл» первый год. После месяца учебы он решил проверить свои силы на практике. Задания третьего этапа были для Ильи особенно тяжелыми, но интересными. Больше всего финалисту запомнилась работа в эпистолярном жанре. Илья написал письмо знаменитому флотоводцу Федору Ушакову. «Я хотел получить совет от такого человека, который в своей жизни добился многого и смог преодолеть все свои сложности, так как в моей жизни остается довольно-таки сложный вопрос. Я захотел узнать какой-то совет от Федору Ушакова». Ангелина Наговицына занимается журналистикой уже два года, но в таком масштабном конкурсе участвует впервые. Задание отборочного тура девушка преодолела с легкостью, а вот финал заставил понервничать. Сказывалась нехватка опыта. Ангелина написала письмо знаменитому сказочному персонажу – маленькому принцу. «Я представляла его как своего друга. Да, у него такого хорошего друга, с которым мы уже давно не виделись. Я ему так уже пишу, будто он мне нужен твой совет». Ангелина и Илья только начинают свой путь в журналистике. Но с профессией пока не определились. Оба еще учатся только в седьмом классе, но в одном уверены точно – изучать сферу медиа они не прекратят. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Одних осень вгоняет в тоску и уныние, другим дарит вдохновение. Вадим Горюнов относит себя ко второй категории. Юный фотохудожник снимает городские пейзажи Сарова в разное время года. Сначала молодой человек фотографировал на телефон, но прошлой весной приобрел профессиональную камеру. Вот у меня очень простая, но она особенно тем, что очень большой зум. А так, чтобы было красиво ярко фотка, я перекидываю на компьютер, и там чуть-чуть сфотошопливаю, добавляю коррекции или где-то уравниваю. Вадим учится в медиа-студии «Фристайл» уже три года, два из которых занимается фотографией. За осень юноша сделал около 200 снимков Сарова и его окрестностей. Лучшие из них вошли в персональную выставку «Осень крупным планом». Это первый диалог фотохудожника со зрителем. Особенность выставки Вадима, наверное, в том, что там много макросъемки. Мне кажется, что этот жанр Вадиму понравился. Он с удовольствием снимает мелкие предметы, замечает какие-то интересные детали в природе. Такой необычный взгляд к мелочам. Необычный акцент на мелочах у него в работе присутствует. Выставка «Осень крупным планом» проходит в онлайн-формате. Познакомиться с ней можно на сайте детской школы искусств номер два. Вадим не планирует останавливаться на достигнутом. Сейчас его внимание привлекают старые дома и постройки города. Возможно, о них художник расскажет зрителям на второй персональной выставке. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. А сейчас нам надо добавить две столовые ложки каотрахмала в стакан молока. Подруги Лены Родионовой и Насте Мишаева готовят пудинг. Вот только это блюдо не простое, а волшебное. Его подавали к столу червоной королевы в Зазеркалье. О нем девочки прочли в знаменитой сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». За три месяца библиотека имени Маяковского получила больше 20 сказочных рецептов юных саровчан. Мы решили подготовить такую семейную литературно-кулинарную акцию, в которой нет победителей и проигравших, в которых все получили бы что-нибудь на память. Нам очень хотелось поощрить, поблагодарить наших участников, поэтому все они могут получить призы. Акция проходила с 3 августа по 31 октября. Как оказалось, ребята знают много литературных произведений. Это помогло им оригинально преподнести традиционные рецепты. Например, участники готовили хлеб и печенье по мотивам одноименных рассказов Константина Паустовского и Валентины Асеевой. Рецепты были яркие, необычные. Вот, например, из русских народных сказок это были необычные плюшки, булочки. Очень много было представлено блинов, пирогов. Но рецепты были уникальными, семейными. Что-то даже из старых традиций семейных. Авторы рецептов получили сертификаты. Также участников ждут памятные сувениры. Забрать их можно с 9 по 30 ноября в рабочие часы библиотеки. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В коридорах Дворца детского творчества непривычно пусто. Нет, его не закрыли. Это мы пришли пораньше, чтобы не отвлекать ребят и их наставников от занятий, которые вот-вот начнутся. С 9 ноября, сразу после осенних каникул, ДДТ снова открыл свои двери. Без изменений, конечно, не обошлось. Но они не столь драматичны, как, например, в той же Москве, где мэр Собянин объявил в учреждениях дополнительного образования полный локдаун до конца месяца. Часть объединения Дворца, у нас их в этом году 47, перешли на формат 50 на 50. Это значит, часть занятий очно проходит здесь у нас во Дворце. Часть занятий проходит дистанционно на платформе социальной сети ВКонтакте. У каждого объединения есть своя группа, где педагоги выкладывают материалы, задания для ребят. Полностью на удаленку перешли только два объединения. Студия раннего развития детей «Солнышко» и «Шахматы». При этом некоторые секции работают, как ни в чем не бывало. Авиа, судомоделирование, студия танцев, декоративно-прикладное творчество. Везде, где образовательный процесс требует личного присутствия ребят, Дворец совместно с педагогами принял решение продолжить занятие в вочном формате. Но с соблюдением всех санитарных норм и требований. Как и везде, мы принимаем взрослых при наличии защитной маски, то есть обязательно. Все дети входящие, все взрослые входящие в учреждение проходят термометрию. И только при наличии нормальной температуры проходят дальше во дворец. Каждый кабинет учебный оборудован у нас либо специальными лампами, которые обеззараживают воздух, либо рециркуляторами. То есть, еще раз говорю, в настоящий момент безопасность – это самое главное. Если воспитанник заболеет или окажется в числе контактных, группу, где он занимался, переведут на дистант. Взять паузу и не водить ребенка на занятия могут и сами родители, которые считают очную форму обучения слишком рискованной в нынешних реалиях. Никаких санкций со стороны дворца за этим не последует. Другой вопрос – как это воспримут сами ребята? Дети настолько соскучились, вот столько месяцев весной и летом мы не виделись. И здесь осенние каникулы такие длинные. Конечно, дети с удовольствием идут и используют возможность именно очных занятий с педагогами дворца. Дворец детского творчества будет работать по смешанной формуле обучения до 30 ноября. Дальше все будет зависеть от Министерства образования Нижегородской области, которое, хотелось бы верить, не станет бездумно дублировать решение столичного градоначальника. Константин Перевозчиков, Евгения Шипцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Настя Фроликова занимается хореографией три года. Она не раз принимала участие в различных конкурсах, но подобный фестиваль для нее в новинку. Участницы коллектива «Кантем» подготовили две постановки – русский народный танец, в котором Настя исполнила главную роль, и современный. Майский закат, современный танец, он медленный, красивый костюм, мне понравился сам танец, сама задумка танца. Конкурсы, фестивали, гордость страны и единство России объединили творческие коллективы из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Воспитанцы детской школы искусств представили на суд жюри шесть постановок в трех номинациях, и в каждой стали лауреатами. Девочки рады своим достижениям, но признаются, что выступать им было волнительно. Самое трудное было выйти на сцену и танцевать все правильно. Сцена большая, и человек было мало. И нам надо было распределиться по всей сцене, и то есть, как бы это было волнительно. Также участницы контемпа попробовали свои силы в мастер-классе по хип-хопу от Данилы Сумарокова. Дипломированы специалисты хореографа и балетмейстера, хореографа шоу-балетов российских звезд эстрады. Занятие подарило девочкам много ярких эмоций и большой опыт, но все-таки любимое направление в хореографии у них другое. Русские народные, потому что там красивые костюмы, и мы всегда танцуем на каблуках. Оценивали талант юных танцоров заслуженные деятели культуры и искусства России, педагоги школы-студии МХАТ, именитые хореографы-постановщики. За достигнутые результаты коллективу вручили сертификат на 20 тысяч рублей, который они смогут в течение двух лет использовать для участия в любых конкурсах-фестивалях. При весе в 47 килограммов Диана Забелина поднимает 77. Тяжелые штанги девушку не пугают. Она пробовала себя в гимнастике и танцах, но выбор остановила на пауэрлифтинге. Сначала думала, вот попробую, просто интересно, а потом как-то так затянула. Росла тоже и чисто по ощущениям, потому что, ну не знаю, наверное, какой-то адреналин, который во время тренировок я ощущаю, прилив сил, и к тому же это разрядка. Заниматься пауэрлифтингом Диана начала в 16 лет. За полтора года тренировок девушка успела поучаствовать в нескольких соревнованиях. На последнем областном чемпионате спортсменка заняла второе место в своей весовой категории. Было трое человек среди нас. Одна была, она сейчас сделала результат КМС, но вот она заняла первое место. И другая девчонка, которая только начала заниматься, она сделала, третий взрослый, по-моему. В пауэрлифтинге есть три базовых упражнения. Приседания со штангой, жим лёжа и становая тяга. Хрупкой девушке для того, чтобы успешно их выполнять и брать большой вес, нужно освоить правильную технику и развивать мышцы. Пример для Дианы, её тренера и мама. Чемпионка по пауэрлифтингу Елена Забелина. Я постоянно вижу её успехи. И, в общем, конечно, я желаю ей самого лучшего. И, ну, например, тренеру, которого я занимаюсь в Нижнем Новгороде, это Сергей Шульпин. Пример для подражания. И тренер, с которым я занималась в Сарове, это Владимир Калиниченко. Он, ну, о его славе многим кому известно. Так что можно сказать, что они мои кумиры. Сейчас Диана готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут в декабре. В следующем году девушка хочет добиться уровня КМС. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Странное всё-таки у футболистов отношение к погоде. Холодно? Хорошо. Сыро? Ещё лучше. Честно, я люблю осенью играть. Не так жарко. Ноги не горят. Если мы приехали сюда, например, в плюс 30, было бы намного тяжелее. Поле маленько полило, оно стало быстрее, что нам на руку сыграло. Знакомьтесь, это самый ценный игрок, или, как ещё говорят в таких случаях, MVP прошедшего матча Алексей Шеляков. Несколько минут назад он оформил свой первый покер в этом сезоне, забив ворота соперника 4 мяча. Алексей в футболе 6 лет. До того, как попасть в свою нынешнюю команду «Салют Сормова», несколько лет провёл в молодёжном составе «Волги», клуба, который на протяжении трёх сезонов сражался на полях премьер-лиги. Несмотря на мощный бэкграунд, Алексей иллюзии не питал и понимал, что саровчан нельзя недооценивать. То, что предстоящий бой будет не из лёгких, для наших футболистов тоже не было секретом. Они прекрасно понимали, что играть предстоит с одним из фаворитов высшей лиги. С самого начала матча на поле завязалась упорная борьба. И уже к 11-й минуте команды обменялись заброшенными мячами. Казалось, саровчане нащупали свою игру и вполне могут рассчитывать, если не на победу, то хотя бы на ничью. Но инициатива постепенно стала переходить к «Салюту». А на 21-й минуте первый из четырёх своих мячей забросил уже упомянутый нами Алексей Шаляков. С интервалом в 7 минут он забил в ворота саровчан ещё два гола. А в середине второго тайма превратил свой хэт-трик в полноценный покер, доведя счёт в матче до итогового. 1-5. До конца сезона у футбольного клуба «Саров» осталось три игры. Две на выезде и одна домашняя. 21 ноября на стадионе «Икар» нашей команды примет Богородский «Спартак». Этот матч тоже, скорее всего, пройдёт без зрителей. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.